Всем привет! С вами Илья Савченко. Хочу поделиться с вами одной темой, которая последнее время никак не выходит у меня из головы. После лета, которое я провел в Крыму, и по сути лета у меня не было, потому что были постоянные какие-то ураганы и дожди, я задумался о том, а почему вот эти экстремальные погодные явления в нашей жизни стали происходить настолько часто? Ну, те, кто постарше, вспомните, ведь не было такого в нашем детстве. А сейчас экстремальные наводнения, экстремальные пожары, экстремальные ураганы, причем не только в России, по всему миру, откуда это все берется? Мы с моей командой поехали по стране, общались с ведущими экспертами, климатологами, экономистами. И сейчас я хочу поделиться с вами результатами нашего большого исследования. Маленький спойлер. В этом явлении вопрос климатический далеко не основной. Здесь замешана и большая политика, и большая экономика. Приготовьтесь, присаживайтесь поудобнее и погнали разбираться. Ах да, название, оно должно быть у каждой программы. Эти глобальные изменения в мировой экономике, политике и, разумеется, экологии, принято называть карбоновая революция. Для того, чтобы разобраться в этой сложной тематике, мне понадобится проректор крупного университета, эколог, пара деревьев, банка газировки и интернет. Сейчас пока ничего не понятно, но дальше будет легче. Явление сложное, поэтому нам нужно ввести какую-то структуру для того, чтобы было понятнее. Смотрите, у меня есть монетка. Сейчас мы эту монетку кинем в воду. Вот монетка упала, и пошли концентрические круги. Так вот, все эти концентрические круги, весь их объем, мы и назовем карбоновой революцией. То есть вот эти глобальные изменения в мировой экономике, политике и экологии. А монетку, которая упала в центр и которая дала начало всему этому процессу, мы назовем глобальное потепление. Ну, этот термин вы точно слышали. Итак, сердцевинное событие, глобальное потепление. В 50-е и 60-е годы 20 века ученые начали замечать, что среднегодовая температура на планете Земля немножечко повышается. Они начали исследовать, откуда это все взялось. Стало понятно, что в целом повышение или понижение температуры на планете Земля цикличны. Были времена, когда было похолоднее, были времена, когда было потеплее. Но! Вот человек раньше в этот процесс не очень вмешивался. А здесь наша экономика, наши большие заводы и фабрики, выбросы тепла в атмосферу, появилась гипотеза, что человек на это все влияет. Вот с эпохи первой промышленной революции, это 19 век, постепенно выбросы СО2, углекислоты в атмосферу увеличиваются. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А вот он уже 20 век. Посмотрите, насколько каждая страна, чем темнее, тем больше она производит выбросы СО2. Все больше и больше и больше. И вот уже и Россия, и Америка, и Китай, в первую очередь. Они не просто красные, они просто такие бордовые. Потому что выбросы огромные. Соответствуют ли вот эти выбросы повышению, собственно, той самой температуры? Давайте сравним теперь два графика. Количество выбросов СО2 на планете Земля и рост среднегодовой как раз температуры. Эти графики практически идентичны. То есть, чем больше мы выбрасываем СО2, тем выше среднегодовая температура на планете Земля. Получается, что человек очень активно стал влиять на изменения среднегодовой температуры. О чем это говорит? Если бы изменения носили циклический характер и были естественными, значит, природа матушка сама это все и отрегулирует. А раз в это вмешался человек, значит, эти изменения, во-первых, а, имеют другую динамику, а во-вторых, непонятно, какие они будут иметь последствия. Ну, кто-то из вас скажет, в Норильске в каком-нибудь была среднегодовая температура, допустим, 10 градусов, а станет 12, ну что в этом плохого? Классно же, теплее. Так да не так. На самом деле, вот это изменение среднегодовой температуры вызывает целый цикл опасных для нас последствий. И первое, это вот те самые экстремальные погодные явления, о которых я сказал в самом начале. Давайте не я вам буду это рассказывать. Я вам сейчас покажу наш разговор с проректором Новосибирского госуниверситета. Если у нас будет плюс 5 градусов, у нас климат будет другим. И он, как бы, некоторые ученые говорят, станет гораздо более нервным. То есть у нас сильно возрастает, там, в 10 раз в 15 частота вероятность экстремальных событий. То есть вероятность экстремальной жары в данном месте. Или вероятность, там, экстремального дождей, соответственно, наводнений. Вот обратите внимание на эту фразу. Климат становится нервным. Мне кажется, эта фраза очень хорошо отображает вообще то, что происходит. Пожары, наводнения, ураганы. Это не только уносит имущество людей, но это уносит и жизни людей по всему миру. Какие еще с собой последствия несет глобальное потепление? Это повышение смертности у людей с не очень хорошим состоянием здоровья. Ну, понятно, когда у тебя слишком высокая температура, там, долго держится жара, либо какие-то, там, экстремальные другие погодные явления, то люди, у которых пограничное физическое состояние, они от этого страдают. Вот исследование, которое провели французы, которое показывает, что повышение температуры достаточно серьезно влияет на смертность людей. А если это по всему миру, а если этих погодных явлений становится много, или даже становятся постоянными, не существует детальной статистики. Потому что определить точно, умер человек от естественных, в общем-то, условий, или от того, что слишком долго продержалась какая-то экстремальная высокая температура, ну, вот точно определить невозможно. Но специалисты упорно говорят о том, что вот эти экстремальные погодные явления повышают не просто риск, но и частоту смертности людей. Но меня, если честно, даже больше тревожит не то, что сейчас происходит на нашей планете, а та перспектива, которая вполне реалистично маячит у нас перед глазами. Речь идет о сельском хозяйстве в первую очередь. Давайте представим, что основные пищевые культуры перестанут давать урожай. Вспомните фильм «Интерстеллар», возможно, многие из вас его смотрели. С чего он начинается? С того, что как раз Земля перестала давать урожай. И с какой гигантской проблемой столкнулось человечество? Пшеница погибла, заболела чем-то, и нам пришлось сжечь ее. Оставалась еще кукуруза, целой акры кукурузы. Но больше всего было пыли. Не берусь это описать. Это было постоянно такой мутный ветер из грязи. Мы носили такие повязки, они плотно прикрывали нос и рот, чтобы можно было дышать через них. Когда мы накрывали на стол, всегда ставили тарелки вверх дном. Стаканы, чашки, мы все переворачивали. Если у нас климат становится гораздо более таким разбросанным, мало того, что где прославшаяся будет пустыня, так мы еще у нас последовательнее будем. Там даже, где она может расти, потом раз жара, все сгорело. Те продукты питания, которые мы привыкли есть, и в том количестве, к которому мы привыкли есть, скорее всего, их не будет, потому что засухи будут убивать. То основное, что для нас есть, это зерновые культуры. Да. Да? Да, да. То есть возникнет, да, возможно, проблема с количеством пищи на земле. А давайте представим, что, например, вымерли пчелы. Вот кто тогда будет опылять наши растения? Вообще, с какой пищевой проблемой мы можем столкнуться? Это ведь совсем не шутка. Еще одно последствие, четвертое, которое несет с собой глобальное потепление, это повышение среднего уровня океана и затопление прибрежных территорий. Как бы ученые зарегистрировали до прошлой недели в Гренландии самый мощный дождь за всю историю наблюдений. Он, в том числе, шел над самой верхней точкой Гренландии. Там сколько-то, 3 800 или что-то на дуровне моря. Почему? Потому что там температура становилась плюс полградуса. И вместо снега пошел дождь. Вместо снега пошел дождь, это все тает. То есть, если в Гренландии был минус 1, было все замерзше, все окей. А если плюс 2 градуса стало плюс 1, все тает. И Гренландия возьмет так вот и растает. И? И вот она растает. Вот мы по этой набережной прогуливаемся. А если мы не прогуливались поближе к морю, нам было бы очень плохо, потому что уровень моря поднимется тогда аж на 7 метров. Большое очень увеличение. Люди же борются, плотины заградительные ставят. В Голландии и так далее. Океан повысился на 2 сантиметра. А им уже очень плохо. А если 7 метров, то это катастрофа. То есть, эта цивилизация, которую мы знаем, она сильно изменится. Потому что вся прибрежная линия, она будет поглощена водой. Да, но вопрос же не в том, что она будет поглощена водой. Если у нас будет плюс 5 градусов, у нас климат будет другим. Давайте поговорим вообще, касается ли нас это Россию. Потому что мы вроде как страна северная. И что происходит с нами? Зона потопления в России больше, чем в странах южных. И вот здесь очень интересная подробность. Северные страны от глобального потепления страдают сильнее, чем южные. Так происходит, потому что температура на полюсах Земли меняется сильнее. И за счет этого происходит как бы выравнивание средней температуры по планете Земля. Ну а соответственно в странах, в которых холодно, это ощущается сильнее. К чему это приводит? Это приводит к тому, что экосистема северных стран меняется сильнее. А как видно из предыдущего рисунка, то и ландшафт меняется сильнее. Просто у нас больше территорий теоретически может быть затоплен. Я сейчас представлю вам две точки зрения. У меня нет задачи, знаете, продвинуть какую-то одну позицию. Я же все-таки ученый, и я должен придерживаться принципа научного объективизма. Позиция номер один. Вот все то, что происходит с глобальным потеплением, в основном в этом виноват человек. Снова смотрим на два графика. Вот мы выбрасываем углекислоту за счет своей промышленной и прочей деятельности. А вот растет среднегодовая температура. Ну эти графики слишком похожи. И это адептов вот этой точки зрения приводит к тому, что да, есть вина человека. Что говорят противники? Температура повышается. Но это, во-первых, цикличный процесс. Во-вторых, например, выброс одного вулкана дает большее количество углекислоты в атмосфере, чем вся деятельность человека за год. Есть много других аргументов в пользу того, что глобальное потепление имеет место, но его масштабы слишком преувеличены. Я присоединяюсь к первой точке зрения. Я считаю, что все-таки человек виновен. Стоит котельная газовая, или даже у нас угольная, и дымит. Вот углекислый газ идет в атмосферу. У нас ездят машины, двигательная, старая, бензин горит, все дымит. Мы делаем пластик. Выбросы идут. То есть любой вид человеческой деятельности, он на самом деле сопряжен с выбросами углекислого газа. То есть, по сути, все, что мы делаем, так или иначе, производит углекислоту. Да, да. Из чего я скажу. Нас почти 8 миллиардов на планете Земля. И мы не какие-нибудь павлины, которые травку пощупал, покакал, вот и все воздействие на планету Земля. Нет, мы очень активно изменяем среду вокруг себя. Нас много. Мы для себя выращиваем животных, мы ездим на машинах, мы выбрасываем пакеты, мы строим заводы, мы строим города, мы вырубаем леса. Но не может для планеты Земля это пройти незамеченным. И поэтому мы очень внимательно должны относиться к планете. Очень хорошо осознать, как конкретно мы влияем, и где это влияние допустимо, а где все-таки мы перешли границу. Вернемся снова к нашим концентрическим кругам на воде. Мы разобрались с вами с сердцевинным событием. Понятно, что глобальное потепление есть. Какие же последствия для человеческого сообщества, для человечества, понесло собой вот это вот сердцевинное событие? Каков первый круг? Это зеленое движение. Это не то зеленое движение, которое было в России во время революции. Это зеленое движение, ну скажем так, экологов. Тех людей, которые начали говорить о том, что человек слишком сильно влияет на планету Земля. Зеленое движение зародилось в 50-е и 60-е годы 20-го века, как идея защиты окружающей среды. Ну, стало понятно, что человек на планету Земля слишком сильно влияет, какие-то виды животных вымирают, мы слишком сильно мусорим, наши трубы коптят и так далее. И Землю надо защищать. Это были обычные активисты, которые словом и делом пытались донести непонимающим массам свою идею. К 70-м, 80-м годам эти люди постепенно начинают идти в политику. И появляются первые зеленые политические партии. Вроде бы они сначала только с экологической тематикой, но потом к этой экологической тематике начинают приплюсовываться и другие темы. Тема пацифизма, тема демократии. Демократии в том числе, например, в налоговой системе. Тема социальной справедливости. И у этих ребят появляется поддержка. Поддержка как снизу, так и сверху. И из, в общем-то, достаточно маргинальных ребят, зеленые активисты, достаточно быстро превращаются во влиятельные политические силы в Америке, Западной Европе. Тем не менее, до какого-то момента они были все-таки не особенно признаны в мире. Пока не появился товарищ по фамилии Гор. Альберт Гор, вице-президент Соединенных Штатов Америки. Который получил Нобелевскую премию за свои труды и работу в области просвещения по тематике глобального потепления. Мы занимаем деньги у Китая, чтобы купить нефть у арабских стран, чтобы ее сжигать. И таким образом разрушать нашу планету. Нам нужно кардинально все это изменить. Кроме этого, наверное, вам известна такая организация, как Greenpeace. Они тоже, в общем, со временем превращаются в таких респектабельных ребят. Но и еще одна персона, которую нельзя не упомянуть, это малышка Грета Тунберг. Она, конечно, не совсем малышка, она косит под малышку. На самом деле, девушка уже вполне созрела. Она как бы от лица молодежи подняла на флаг всю экологическую тему. Смотрите, у нас прям фактически религиозная история. У нас есть главный пророк, это Альберт Гор. У нас есть борцы, которые кладут своей жизни, это Greenpeace. И у нас есть икона, это Грета Тунберг. Я хочу вот этим своим юмором показать, что в любом большом движении всегда есть три группы людей. Первая группа — это те, кто искренне верят в зеленую тему. Это настоящие активисты. Есть вторая группа людей, которые верят в то, что проблема реально, и ее надо решать. Но они еще, кроме этого, думают головой и пытаются рационально использовать эту тематику для своих интересов. Есть третья группа, это которым плевать на проблему. Они просто понимают, что идет тренд, им надо пользоваться исключительно в своих личных интересах. И когда, например, тот же Greenpeace говорит, что они такие красавцы, борцы за природу, там есть нюансы. Давайте послушаем Патрика Мура, одного из кофаундеров, то есть основателей Greenpeace. И тут идет ролик о том, где он просто вышел из Greenpeace, рассказал, что они начинают заниматься политикой. Вообще крутой ролик. В 1971-м я участвовал в основании природоохранного объединения в подвале унитарской церкви в Ванкувере. Через 15 лет оно стало движущей силой мирового масштаба. В прессе мы не сходили с первых полос. Меня узнавали. А потом я встал и ушел. Некогда благородную миссию извратили политические цели и запугивания, подтасовка истины и научных фактов. Из шести глав международных отделов только у меня было естественно научное образование. Чтобы понимать важность сохранения китов, не нужна научная степень по морской экологии. Но когда речь идет о запрете химических веществ, нужен научный подход. Когда мы стали международной организацией с финансированием более 100 миллионов долларов в год, изменилась наша ориентация. Борьба за мир сошла на нет. Осталась только экология. Мы больше не руководствовались научным подходом и здравым смыслом. Компании начали чаще опираться на сенсации, дезинформацию и запугивание. На повестке дня все чаще стояло прекращение промышленного роста или запрет на полезные технологии и химические вещества. Но пострадали бы отнюдь не наши богатые покровители. Под удар попадают развивающиеся страны и те люди, которым мы якобы помогаем. Как вот эти идеи зеленых, как они меняют нашу жизнь? Конечно, это в первую очередь законы. Я не хочу здесь рассказывать о юридической структуре. Я в этом не совсем специалист. Но у меня есть товарищ, который является специалистом. Мы ему сейчас позвоним. Алло. Паш, привет. Я бы отметил три основных документа. И первый из них это рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая была принята 9 мая 1992 года. Значит, в ней описано, что ученые пришли к выводу, что парниковые газы настолько увеличились за последнее время, что в принципе превысили естественный парниковый эффект. Средняя годовая температура повысилась практически на 2 градуса Цельсия. И первое практическое применение рамочной конвенции ООН было зафиксировано в Киотском протоколе, который был принят в 1997 году и начинал действовать с 2005 года. Значит, этот Киотский протокол обязал 37 развитых стран сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5%. И третий документ – это Парижское соглашение, которое было принято 12 декабря 2015 года, которое подписали 196 стран. И стратегической целью, которая была удержание температуры повышения климата не выше 2 градусов. И согласно Парижского соглашения, главы государства договорились о том, что каждые 5 лет будут собираться на климатический саммит ООН, на котором будут сверять часы по государственной политике, согласно как раз снижению выбросов парниковых газов и приводить к общим целям. Друзья, конкурс! Меня сильно интересует тематика будущего. Ну, то есть, мне интересно, каким будет мир, в котором нам предстоит жить, ну, как минимум, в ближайшее время. Зеленая тема, тема карбона – это про то, каким будет наш мир в ближайшее время. Но это не единственная спецпрограмма, которую я здесь на канале готовлю. Конкурс, собственно, на тему для одной из следующих программ. Вот эти три замечательных книжки Малькома Фрэнка «Когда машины начнут делать все за нас», «Третья дверь» Алекса Баяна и Александр Фридман, «Наш пожиратель времени». Это хорошая, качественная бизнес-литература. Вот эти три книги достанутся автору самой крутой идеи по поводу тем для одной из будущих программ спецвыпусков. Мы закончили с вами с первым концентрическим кругом, который разошелся вокруг идеи глобального потепления. Группа людей превратилась во влиятельную политическую и общественную силу. А раз это влиятельная общественно-политическая сила, она уже может менять мир. А что такое мир? Мир – это экономика и политика. И вот давайте про вот этот второй круг, который каждого из нас с вами касается, мы сейчас и поговорим. В принципе, вот эту всю экономику, которая связана с карбоном, ее можно разделить на две части. Карбоновая экономика – это экономика, связанная с сокращением выбросов и утилизацией СО2. И второе – это классическая экономика, которая сильно испытывает влияние вот этой вот зеленой тематики. Давайте посмотрим по секторам, кто же больше всего производит СО2. Но тут сразу такая маленькая звездочка. Единой статистики, которая была бы принята в мире, и все бы ей доверяли, не существует. Есть разные методики оценки, разные специалисты, поэтому те проценты, которые я сейчас приведу, они условны. Производство энергии – от четверти до половины выбросов, которые производит человек. Для того, чтобы произвести энергию, мы сжигаем что-то и выбрасываем в атмосферу СО2. Второе место – это сельское хозяйство. Животные что делают? Они едят траву, она у них в животе, грубо говоря, бродит. Они после этого пукают. Вот это страшный источник выброса метана. Слушай, надо запретить животным пукать. Ученые работают над этим, они думают, потому что, чтобы животное меньше пукало, у него пищеварение должно быть хорошее, очевидно. И они думают, а как же так неинвазивно понять, какое у коров пищеварение, и какие им надо добавки давать, чтобы оно у них становилось лучше. Ты не шутишь сейчас насчет пугающих коров. Да, и это реальная исследовательская деятельность тех, кто понимает микроорганизмах и кишечниках. Это реальная исследовательская деятельность инженеров, оптиков, еще каких-то, которые предлагают неинвазивные средства диагностики того, что у них происходит в желудке гигантской. А как же сократить выбросы? Ну, раз уж энергетика у нас основной эмитент, так и дискуссии основные ведутся в области зеленой энергетики. Те самые ветряки и солнечные панели, они являются основным сейчас предметом дискуссии. Перейти с так называемой грязной энергетики на более чистую, вот это та сверхзадача, которую для себя ставят зеленые активисты. Второе, это транспорт. И нас с вами в скорости ждет переход на электрический транспорт. Во многих странах, начиная с 30-35 года, нельзя будет больше производить машин на двигателе внутреннего сгорания. Практически каждая отрасль, и строительная, и транспортная, и энергетическая, и любая, пытается сейчас перейти на более зеленые формы производства. А как этого достичь, думают политики? Конечно, при помощи различных мер положительного и отрицательного стимулирования. В арсенале борцов с глобальным потеплением есть такие инструменты, как штрафы, пошлины, карбоновые кредиты, ну и наоборот, субсидии. И самым таким обсуждаемым сейчас является так называемый трансграничный налог. Что такое трансграничный налог? Страны западного мира вводят ограничительные меры. Если ты хочешь ввести на территорию ЕС продукцию, при производстве которой имитировано слишком много СО2, заплати. Это огромный формирующийся рынок. Рынок карбоновых кредитов. Что такое карбоновые кредиты? Если мы что-то с вами производим, то это имеет углеродный след. При производстве любого товара выбрасывается определенное количество СО2 в атмосферу. Это можно посчитать. Есть компании, которые занимаются утилизацией этого СО2. То есть, если ты, например, произвел 10 единиц, то чтобы поставить эту продукцию, например, в Западную Европу, тебе нужно купить утилизацию этих 10 единиц СО2. Здесь большой вопрос возникает. Как учитывать, сколько выбросили и сколько потребили? И я сразу скажу, что с выбросами проще. А вот с учетом потребления тут все намного сложнее. Мы все из курса школьной программы знаем, что кто у нас больше всего поглощает СО2? Правильно. Деревья. Легкие планеты – это Сибирь, это Амазонка. Сколько конкретно они поглощают? Если мы говорим о рынке карбоновых кредитов, то там нужна конкретика, нужна измеримая конкретика. Нам, России, хочется, конечно, сказать, что мы больше всех поглощаем. А сколько вешать в граммах? Сзади меня два дерева. Они очень похожи, если не одинаковые. Но вот с точки зрения поглощения углекислоты, то, что они одинаковые, это еще нужно доказать. Потому что, если представить, что вот это дерево и вот это растут немного в разной климатической зоне и немного разные по возрасту, то поглощать СО2 они точно будут по-разному. Более того, далеко не все деревья поглощают углекислоту. Некоторые ее производят ровно столько же на свою жизнедеятельность, сколько и потребляют. Давайте подойдем к дереву поближе. Вот красивое дерево. Где же здесь наибольшее потребление СО2? В кроне, в стволе или, может быть, в корнях? Крона, я говорю очень упрощенно. Сразу предупреждаю. Крона поглощает СО2. Чем больше листвы и чем моложе дерево, тем больше оно поглощает. Но вся задача поглотить и убрать в землю. Основная углекислота хранится как раз именно в земле. Тематика сокращения выбросов СО2 неразрывно связана с идеей поглощения. Потому что просто сокращать выбросы уже поздно. Специалисты говорят, точка невозврата пройдена. Мы, люди, ответственные за выброс СО2, должны помочь матушке природе и как-то найти способ забрать избыточное СО2 из атмосферы и куда-то его деть. Тут вот два вопроса. Как забрать и куда деть? Пока нет больших успехов на этом поприще. Но давайте, по крайней мере, разберемся, в каких направлениях ведется работа. Начнем с завода в Исландии, который открылся буквально в сентябре месяца этого года. Это считается сейчас самым крупным производством по утилизации углекислоты. Что делают исландцы? Большими вентиляторами они затягивают эту углекислоту, прогоняют через специальные фильтры. И вот углекислота, которая осела в этих фильтрах, они ее используют для газации воды. Помните, я рассказывал вам вначале, что нам потребуется газировка. Так вот, попытка газировать воду и потом загонять ее в земные полости, которые остались после производства. Ну, например, нефти. Мы оттуда нефть забрали. Там большие полости, которые не связаны с Мировым океаном. Газируем воду, загоняем под землю, и мы можем быть уверены, что на несколько тысяч лет углекислота окажется загнанной под землю. Но объемы пока, конечно, смешные. 4 тысячи тонн в год может производить такой завод. Вместе со всем потреблением углекислоты, с той утилизацией, которую мы как человечество можем сейчас обеспечить, это будет вместе 13 тысяч тонн. Это всего лишь 1% от объема производства какой-нибудь среднего по размеру угольной фабрики. Но давайте помнить, что Юрий Гагарин не сразу полетел в космос. До этого Циолковский сидел и делал свои расчеты. Я в целом вам показал, что растения по-разному поглощают, потребляют. Вопрос возникает, какие конкретно растения лучше сажать в той или иной климатической зоне? И на какой фазе роста они являются наиболее эффективными поглотителями? Полетели с вами в Тюмень. Сзади меня картинка, очень показательная. Карбоновый полигон организовывает Мину Барнауки, правительство Тюменской области, Тюменский госуниверситет и Сибур. Дернемся по полигону, где исследуются разные виды растений на предмет их способности поглощать углекислоту и переводить ее, во-первых, в себя поглощать, во-вторых, обращать в почву. И вот сзади меня один из самых эффективных из видов растений – это крапива конопляная. Штука в том, какая биомасса и как быстро это все растет, если говорить простим языком. Видите, биомасса большая, то есть много зелени растет быстро, поглощает углекислоты много, корневая система достаточно сильная, убирает в землю. Углекислоту тоже эффективна. И вот из всего этого разнообразия, которое с разными табличками ученые прикрепляют, это растение пока номер один. Сейчас тематика утилизации углекислоты она только такая нарождающаяся. Кстати, друзья, бизнесмены, предприниматели, обратите свое внимание. Это гигантский новый рынок. Не для маленьких предпринимателей, для крупного бизнеса. Но и деньги там соответствующие. Я долго рассказывал про вот эту самую новую карбоновую экономику, но чуть раньше я анонсировал и говорил, что и обычная экономика сильные изменения претерпела в связи с появлением зеленой тематики. Наиболее яркий пример это Tesla, которая сейчас у всех на слуху. Кто больше всех в мире производит автомобили сейчас? Toyota. Toyota самый крупный производитель и самая богатая по капитализации автомобильная компания до текущего года. В 2021 году Tesla просто вот по экспоненте выросла и обогнала гиганта Toyota. Tesla производит не так много автомобилей. Но в связи с тем, что с 30 по 35 год основные мировые страны, потребители автомобилей начнут отказываться от автомобилей на двигателе внутреннего сгорания, все понимают, что тот, кто больше продвинется в области электромобилей, тот и заберет весь рынок. Во всех секторах промышленности происходит одно и то же. Те производства, которые умеют предложить рынку такой товар, на производство которого используется меньше СО2, имитируется. Вот те и выиграют. Я знаю, что у нас много любителей теории заговора. Вы можете выключать. Я про теорию заговора рассказывать не буду. Я не верю в то, что существует какой-то там маленький клуб, 5, 7, 10, 50 человек, которые управляют миром. Но я очень хорошо знаю бизнес и я знаю, что бизнесмены используют любую возможность для того, чтобы заработать деньги. И, конечно, вот этот вот распределенный интересант, он существует. Есть огромное количество бизнесов, бизнесменов, политиков, которые заинтересованы в том, чтобы зеленая повестка вошла в экономику. Для чего это нужно? Элементарно. Есть старая устоявшаяся экономика. Там рынок поделен, туда не вклинишься. Намного проще создать новую экономику, где ты будешь задавать правила игры. Тем более, если у тебя еще в руках такая красивая идея, такой зеленый флаг. Я не про исламский, я про карбоновый флаг. Большой бизнес использует зеленых политиков и зеленых активистов для того, чтобы еще сильнее раскручивать зеленую тематику и быстрее создавать вот эту новую экономику. Приведу пример. Это угольные электростанции. Есть такой индекс, который называется ИРОЯ. Это показатель, по сути, КПД эффективности переработки одного вида энергии в другой. И для угольных электростанций этот индекс максимальный среди всех остальных. Это очень эффективный вид топлива. Строительство угольной электростанции окупается уже через год, максимум через два. А, например, зеленая энергетика окупается намного дольше. Солнечные батареи – вот количество лет. Здорово рассуждать в сытой, теплой Западной Европе о том, что нужно защищать природу, нужна зеленая энергетика. Но вообще-то основное количество народного населения живет в Африке, в Азии, где люди не сильно заморачиваются вот этими красивыми темами. Им надо что-то есть. Там строительство более дешевых угольных электростанций, оно рациональнее. Но западный мир с его красивыми идеями об экологии вводит ограничительные меры на строительство вот этих угольных электростанций. Есть точка зрения, что за счет карбоновой тематики богатые станут еще богаче страны, а бедные страны еще беднее. Здесь я бы дальше хотел поговорить про Россию. Я не раз говорил, что меня сильно эта страна интересует. Я связываю свое будущее с Россией. И у меня много друзей, которые живут за пределами нашей Родины. Тем не менее, конечно, они смотрят именно сюда, как на сердцевину того мира, который говорит и думает по-русски. Западная Европа, Америка в целом позеленела. Там тоже существуют дискуссии на предмет того, реальная или нереальная зеленая проблема. Но те люди, которые критикуют идею зеленой экономики, они как бы выведены в разряд маргиналов. В России нет единой точки зрения на зеленую тематику. И даже внутри специалистов, уважаемых людей, позиции разнятся. Например, Дмитрий Чуркин, с которым мы не раз общались, явно, конечно, сторонник идеи зеленой энергетики и скорейшего перехода на зеленый лад. А, например, глава Росгидромета Александр Фролов говорит, что да, глобальное потепление несет для нас как угрозы, так и возможности. Потому что мы получим лучше навигацию по Северному морскому пути, мы получим потепление ряда наших территорий. В основном в России и бизнес, и чиновники рассуждают о зеленой тематике только через призму экономики. Ну, то есть, о чем речь? Все боятся трансграничного налога. Российская Федерация уже в ближайший год-два начнет терять, вдумайтесь, 3-4 миллиарда долларов ежегодно только на трансграничном налоге. Каждым годом наши потери все будут больше и больше. Так вот, наши бизнесмены в основном думают только об этом. А как же вот так сделать, чтобы не потерять? А где же какие-то дополнительные новые рынки? Мне представляется, эта позиция ограничена, недостаточна. Потому что, как только ты думаешь, что кто-то, в данном случае Запад, пытается тебя наклонить и заставить что-то сделать, ты не сможешь обуздать этого коня. Мне вообще представляется, что русская цивилизация недостаточное слово сказала в зеленой теме. Труды Вернацкого у биосферы Земли. Наша научная мысль в начале 20 века была опережающей. Мы огромная страна с прекрасной экологией. Мы имеем прекрасные возможности для того, чтобы перестроить свою экономику, предложив миру экологичный образ жизни, перехватить в целом наборе секторов первенства. Эта экономика только строится. Необходимо попытаться сыграть на опережение. Построение эффективной дорожной карты, просвещение среди общественностей и бизнесменов может привести к тому, что мы совершим так называемый фрактальный скачок. 21 век это эпоха фрактальных скачков. Сейчас технологии позволяют расти по экспоненте фрактально. Решили перестроить свою экономику. Сколько бы это заняло времени? Сколько займет времени это понятно, потому что надо посмотреть на соседей тот же самый Евросоюз, который ставит понятную измеримую цель 55% снижения снижения выпасов с 30-м году. То есть за 9 лет на 31% снизится еще от текущего уровня даже больше. И вот у них это занимает 9 лет. Ангелия хорошая стартовая позиция у нас похуже. Что значит у них хорошая у них сложная стартовая позиция, потому что с 90-го года Ангелия чуть ли не вдвое уже снизила свои выбросы, не вдвое, а на треть. И одно дело снижать, когда у тебя много, а другое дело снижать, когда у тебя мало. Конечно, есть те, кто использует зеленую тему исключительно в своих интересах. Да и черт с ними. Черт с ними. Нам надо использовать это в своих интересах. Защищая матушку в землю, защищая будущее наших детей и внуков, мы должны еще и параллельно перестроить свою экономику и занять целый набор секторов. Мне кажется, вот это очень был бы для нас рациональный пункт. А вот то, что сейчас происходит с этой всей, ну, открытия этих всех карбоновых полигонов и так далее, ну, так рукой на сердце все положить, это часть того, что мы планируем что-то начать делать или это просто потому что? Общество и государство сложно устроенные вещи и повестка объективно есть. разные игроки, разные институции начинают занимать разную позицию в этой повестке, в том числе и различные федеральные министерства. Минэк как бы ведет свою линию, Минпромторг ведет свою линию, понятно, по своим фронтам работы. Министерство науки увидело для себя эту возможность и сказала, окей, мое место в повестке это сеть карбоновых полигонов, то есть через исследования выйти на мониторинг. В Англии, в Европе, в Японии тысячи, сотни и даже тысячи вышек, которые постоянно, в постоянном режиме мониторят баланс всевозможных парниковых газов. То есть там понятие как полигон, вот отдельно выделенная территория, где что-то исследуется, там такого не существует? Я буду продолжать заниматься зеленой темой, обязательно полечу на Сахалин. Сахалин сейчас лидер зеленой тематики, там открываются карбоновые фермы и карбоновый полигон, и вообще там губернатор по моей информации прям действительно считает это своей личной повесткой. То есть у нас есть свои успехи, но в целом пока в государстве единого подхода к тематике не существует. А есть ощущение, что мы начинаем действовать? Ну, опять же, например, министерство запустило для своих целей программу карбоновых полигонов. Окей, действия пошли, там правительство будет участвовать в международной конференции по климату в Глазго в ноябре тоже с какими-то инициативами. Дин, я же про другое задаю вопрос. Про действия. Нет, бывает имитация бурной деятельности, а бывает бурная деятельность. Вот есть ощущение, что мы затеяли бурную деятельность. Как государство? Нет. То, что не останется ни одной сферы, которая не изменится под воздействием карбоновой тематики, я думаю, что стало понятно, ну, хотя бы из примера Теслы и угольных электростанций. это коснется всего. Наши города, наши дома, наш образ жизни в ближайшие 20, 30, 40 лет будет меняться принципиально. Скорее всего, изменится и мир, изменится его ландшафт. Ковид показал, что мы все связаны. Нам надо работать по утилизации СО2, не только потому, что это важно для экономики, но в первую очередь, потому что это важно всем для нас. Я позицию высказал. Хотелось бы услышать и вашу. Ну, во-первых, интересна ли тематика, во-вторых, что вы думаете, ребят, в комментариях отвечу на каждый, обязательно. Интересен ли такой формат? В общем, давайте обратную связь. С вами был Илья Савченко. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, шерьте это все друзьям. Увидимся. Вперед.